Всем привет! Снова Глебский и снова здравствуйте! Сегодня я сам себе буду готовить бургер. Бургер я буду готовить с говяжьей тушенкой, маринованными огурцами, ну и там еще кое-что будет. Кроме этого, такой себе зимний бургер. Итак, продукты. Значит, первым номером у нас идет говяжья тушенка консервированная, потом маринованные огурцы, сыр с плесенью, причем, что интересно, появился местный сыр, не обязательно покупать импортный, местный тоже вполне подойдет. Булочки для барбекю, сливки, томатный кетчуп барбекю, можно еще использовать острый томатный кетчуп, молоко, луковица, сыр для тостов, сливочное масло, мука, подсолнечное масло. Ну, в принципе, вот все о продуктах. Смешиваем муку с молоком и делаем такую густую смесь, в которой будем обмакивать огурцы и обжаривать. Еще туда же можно добавить немного маринада из банки с огурцами. Огурцы режем вдоль, причем резать можно толще, чем на видео. В костюльке с толстым дном разогреваем масло, обваливаем наши огурцы в этой смеси муки с молоком и обжариваем. И выкладываем на бумажную салфетку. Лук нарезаем кольцами. Наш нарезанный кольцами лук мы отправляем на сковородку жариться на сливочном масле. Причем жарим не сильно долго, а буквально до момента, когда лук станет мягким. Когда лук дошел до кондиции, то есть просто стал мягким, то мы его со сковородки изымаем и вливаем туда пакетик сливок. И начинаем их нагревать. Но тут очень важный момент. Сливки нельзя ни в коем случае доводить до кипения. Поэтому мы делаем маленький огонь и медленно-медленно их начинаем нагревать. Когда методом окунания пальца было определено, что сливки уже теплые, то к ним пошел нарезанный сыр с плесенью. Но один кусок, один кусок небольшой, мы не оставляем. Мы его потом покрушим сверху. А остальную часть мы отправляем распуститься в наших теплых сливках. Размешиваем сыр в теплых сливках и достигаем однородной массы. А вот и тушенка. Берем тушенку. Сверху тут имеется у нас жир, который мы безжалостно выбрасываем, а остальное отправляем на сковородку. Лишнюю жидкость сливаем в банку, в которой раньше была тушенка. Когда тушенка нагрелась, мы слили всю жидкость из нее и она уже стала немножко прихватываться, то добавляем кетчуп. Кетчуп надо добавлять осторожно, это не тот случай, когда кашу маслом не испортишь. Слишком много кетчупа плохо, поэтому по вкусу естественно, но без фанатизма. Булку для бургера разрезаем вдоль на две части. И засовываем в духовку, слегка поджаряется на гриле. И можно тоже самое сделать на горячей сковороде. Сначала с одной стороны, потом переворачиваем и со второй стороны тоже самое. Потом выкладываем на наши уже поджаренные булочки сыр для тостов, у меня гауда в данном случае. И в духовке на гриле даем сыру расплавиться. Ну что, все составные части подготовлены и осталось приступить к сборке, что мы сейчас и сделаем. На нижнюю булочку наносим наш сырный соус. Дальше пошла тушенка с кетчупом. Тушенку поливаем нашим сырным соусом опять. Выкладываем сверху лук. Сверху лука идут обжаренные в кляре маринованные огурцы. И накрываем это дело второй частью булки. Ну что, осталось его попробовать. Значит, я забыл сделать очень одну важную вещь. Ну как, важную, не важную, но забыл. Я порезал небольшой кусочек сыра с плесенью, чтобы потом этими кубиками еще украсить наш бургер. Но я забыл об этом. Поэтому я вот сейчас возьму и добавлю эти кубики сыра сюда. Вот. А вторая проблема в том, что у меня оказался недостаточно острый нож. Когда я хотел вот так это лихо разрезать, так эх, получилось, что он поломался. Но вот, что получилось, то получилось. В любом случае попробую. Ну что вам сказать. Это не тот классический бургер, к которому мы привыкли. Где-то в бургерных, которые подают. Это, безусловно, самопальный домашний бургер. Из продуктов, которые были в холодильнике. Но. Я вам скажу, что тоже неплохо. Тоже неплохо. Вполне можно так вот вечером еще там поставить бутылочку пивка. Или пару капель налить. Сделать такой бургер. Очень неплохо. Ну что, если вдруг вам понравилась все-таки моя сегодняшняя стрельтя. То внизу есть палец вверх. Можете нажать. А там рядом есть кнопка подписаться. И тогда вовремя будете знать, что и как я снова буду сам себе готовить. А на сегодня всем большое спасибо. Пока.